Это проект Смотри Хабаровск, студии Мариана Гейт. У нас в гостях Владимир Якуба, бизнес-тренер из Москвы. Владимир, насколько я помню, вы в Хабаровске 25-й раз. 27-й, Марьяна. 27-й, видите, какая плохая у меня память. Но с последним курсом вы сюда приезжали. Такая тема была «Народная, хорошая, дружелюбный чиновник». Я так ее называю? Ну, там какое-то более длинное название было. Я работал для руководителей в сфере образования. Это те люди, которые занимали государственные должности. И мы говорили с ними, я обучал по поводу тем, связанных с управленческими компетенциями, вдохновляющим лидерством и даже работы со стрессом. Это вообще тема больше всего зашла. Больше всего зашла. Но людям-то полюбилось и понравилось именно то направление, что чиновники должны быть более дружелюбные, начиная с, не знаю, Министерства здравоохранения. Заходим мы в поликлинику, в регистратуры, чтобы нас встречало. Любое другое бюджетное учреждение встречало с улыбкой и вежливо с нами разговаривать. Совершенно точно. Даже в рамках специалистов из Министерства здравоохранения, которых было много в зале, мы позвонили в одну из государственных клиник. То есть это был такой тест-звонок? Да, я помню, мы даже попытались записаться то ли на МРТ, то ли на какую-то процедуру, и у нас что-то пошло так, а что-то не совсем. Где-то мне очень грозно и жестко сказали, за каким талончиком, когда нужно мне прийти. Но, помню, были и хорошие очень впечатления от других поликлиник, в которые набирала, где были очень клиент-ориентированные. В общем, разнилось все. Разнилось все. А вот сейчас вы приехали к нам с другой темой. Называется она «Дожим клиента. Новые правила продаж, российских продаж». Точно. У нас что-то поменялось на рынке? Не совсем. Если в прошлый раз речь шла об обучении руководителей из государственных структур, то сейчас это коммерческие директора, руководители, собственники, менеджеры по продажам, которым необходимо решить главную задачу – это как правильно продавать. Если мы говорим про телевидение, как правильно продавать рекламу, как правильно продавать в магазине, по телефону. Об этом. Вы просто говорите «новые правила российских продаж». Как будто бы какие-то кардинальные изменения. У вас есть совершенно новые методики. Конечно. Но, знаете, если говорить про «в целом», я на 100% новых методик не соберу. Однако многие будут преобразованы. В частности, если классические, если вы позвоните в компанию и скажете, сколько у вас стоит, почем, какая партия, когда можно получить, вам все ответят, и вы скажете «я подумаю». А после этого менеджеры, скорее всего, скажут «как думаете, что, Марьяна?» После вашего «я подумаю» «спасибо большое, я все поняла». Если вы звоните по поводу стиральной машинки, что вам скажут менеджеры, как вы считаете? Ну, что будем ждать от вас звонка, допустим. Да, точно. Будем ждать. Спасибо, Марьяна, звоните. А нужно же не так. Новые правила продаж говорят о том, что если ты хочешь добиваться результата, добиваться успеха, после вот этих классических «я подумаю», ты должен задавать некие вопросы. Например, «да, конечно, Марьяна, взвесьте, единственное, позвольте вопрос небольшой». Продолжать диалог, потом предлагать переходить в мессенджер, если нужно, лайкать вас в соцсетях, приглашать вас на встречу, на встречу проводить так, чтобы у вас повышалось желание купить прямо сейчас, решить задачу прямо сейчас, а не как бы втюхать, впарить. Ведь люди звонят для того, чтобы решить свою боль, свою задачу. Вот об этом у нас будет послезавтрашний тренинг по дожиму клиента. Вам не кажется ли, что в сегодняшних реалиях, давайте будем говорить прямо, мы можем себе сегодня позволить намного меньше, чем когда-либо. Эпоха такого чрезмерного потребления, она уже в прошлом. Может быть, она вернется, может быть, что-то еще поменяется, да, и много-много раз. Но сегодня вот так мы столкнулись с тем, что мы вынуждены экономить, все-таки инфляция. А доходы у нас растут, да, далеко не пропорционально. Не цинично ли это, особенно такое название, дожим клиента, по отношению к потребителю? И сама фраза циничная, и, в общем-то, смысл, как вы говорите. Да, вы правы, придумали маркетологи, я не сильно стал сопротивляться. У меня 14 книг и 2 из них с такой же темой, чтобы, ну, скажем так, несколько агрессивное, скажу вам, яркое название привлекало больше людей для того, чтобы ознакомиться. На самом деле, тактика очень деликатная, очень аккуратная. Ведь задача современного продавца-переговорщика или современного производителя, который производит коленвал, производит какие-то детали, сделать так, чтобы до потребителей эта информация доходила. Для того, чтобы они покупали российское, а не какое-то зарубежное. Для того, чтобы они умело, менеджеры по продажам, умело, экспертно могли консультировать, а не бедный потребитель ошибался, потому что на ярком сайте иностранной компании это все очень модно, по-иностранному, красиво описано, потому что те учились, не знаю, в западных бизнес-школах. А у нас как-то скромненько, ну, такими стандартными файлами, ну, и по телефону еще с точки обучения, менеджеры, может быть, не прошли по телефону, не так доступно они рассказывают. Поэтому задача, если ты самый лучший, то ты проводи переговоры с потенциальными клиентами как лучший. И давай потребителю, клиенту выбор на основе фактов, вот на основе экспертности, то есть цифр, названий, статистики, испытания, если нужно. Вот вы говорите, главное, чтобы разговор не закончился. То есть правильно я понимаю, что здесь нужно искать какие-то крючки, чтобы дальше продолжать, ну, в общем-то, подсадить человека на употребление. Совершенно точно. Например, если бы я позвонил вам в телекомпании и сказал, скажите, а можно у вас разместить рекламу? Вы сказали бы, да, сколько стоит? Вы сказали, сколько стоит? Ну, примерно. А я не владею такой информацией, у нас есть целый отдел. Ну, например, 10 тысяч рублей, например, за какое-то количество блоков. Я говорю, спасибо, понятно, я подумаю, всего доброго. И я сказал бы, всего доброго, и вы бы сказали, до свидания. Ни ваша компания не заработала бы, ни я продукт бы не продвинул. И я бы, знаете, классически, например, разместил где-нибудь в какой-нибудь Google AdWords, и Директе, или еще где-либо. И отправил бы свои деньги, может быть, и не совсем в то русло, и получил бы очень мало результатов. А благодаря, например, размещению вашей рекламы на вашей телекомпании, я получил бы больший эффект. Если бы менеджеры вашей организации смогут мне это правильно продемонстрировать, доказать, ну и после я подумаю, не отпустить меня, тогда эффект был бы для двух сторон более высокий. И для вас, ваша компания бы заработала, и для меня, как для клиента, который круче бы продвинул свой товар, а не просто шел на поводу стандартных трендов. Ну, тренд – это просто размещать рекламу в интернете. Вы знаете, вот с одной стороны я полностью соглашусь с вами. Я всегда двумя руками за то, чтобы бизнес только процветал. Но мне не то, чтобы хочется какой-то судьей здесь побыть, ну нет. Но я просто знаю обратную сторону, сторону потребителей, населения со средним достатком и тех, у кого уже стал намного ниже по объективным причинам. Все-таки это такой на грани, вот вроде бы агрессивный маркетинг, но с другой стороны, мягкими словами, а где вот эта грань? Грань в работе со стрессом, со страхами и с нужными привычками менеджера. А именно, знаете, я вам приведу пример. Как-то в Новосибирске, это было две с половиной недели назад, я там был, зашел в обычный магазин, ну типа пятерочки, какая-то местная сеть. И там кассир, мужчина, ну плюс-минус, может, моего возраста, он настолько аккуратно, деликатно, с юмором работал с покупателями, которым просто отправлял в пакет то, что они пробивают, йогурт и творог. Я очень удивился. Прямо такие слова у него примерно были. Так, а этот творожок у нас по акции, хорошо пробивай. И что вы? Ага, сыр, хорошо. И, ну, примерно так, не переигрывал, он не был актером. Но пакет-то был уже сформирован, продуктовая корзина. Ну да, там где-то 15 продуктов. Он же не навязывал что-то сверх того? Не навязывал ничего, а просто профессионально вел переговоры, профессионально работал так, чтобы желание вернуться именно в этот магазин было выше. Слушайте, у меня было вернуться желание в этот магазин огромное. Жаль, что я улетал. Я, кстати, к нему лично потом подошел, дал ему визитку, сказал, позвони мне, потому что ты интересна работа. А ему как раз такие не нужны ваши услуги, нет? Он, кстати, мне не позвонил. Он продолжил, я предполагаю, продолжает работу в этой же организации. И он точно на своем месте. Так вот, он получает удовольствие от своей работы, внимание к кассирам. И это удовольствие дарит кому? Покупателям, которые, правда, раньше покупали 15 продуктов, сейчас 12, они в некотором стрессе. И, может быть, что-то выбирает не совсем нужное, а он порекомендует, что, может, это можно купить по акции, по скидке, выиграть какую-то сумму. Ну и, может быть, компания чуть меньше заработает, но лояльность сохранится. Вот в этом секрет профессиональных, деликатных, умных продаж, когда ты не навязываешь и что-то до продажи одно, второе, третье, там, сникерс еще возьми, а когда ты помогаешь клиенту решить его жизненную задачу. Жизненную задачу. Есть ли здесь такие манипулятивные тонкие вещи, о которых вы тоже можете прямо заявить, что… Знаете, лучшая манипуляция – это, по-моему, открытость, доверие, внимание и вопросы покупателю. Многие просто, скажем, отбалтываются, что-то рассказывают, не слушают человека, который к тебе обратился, не вытаскивают его реальные боли, потом удивляется, почему человек, который с тобой разговаривал, к тебе обратился, говорит, спасибо, мне не интересно ли, спасибо, я подумаю, и говорит, ну, пожалуйста, думайте, звоните. 95% ты говорил, на 5% спросил человека. Так вот, очень важно, это вот финально здесь вопросы, задавайте вопросы, чтобы узнавать, зачем к тебе обратился покупатель, потребитель, ой, даже слово потребитель очень реже слух, покупатель, клиент, человек, у которого есть задача, с которой он обратился. Даже если он пришел у тебя купить какую-то недорогую кофеварку, или уже утюг, или, может быть, сыр в твоем родичном магазине. Находясь по ту сторону, Владимир, полностью зная вот эти все механизмы, как продать, как привлечь покупателя, как, можно ли так выражаться, навязать ему еще что-нибудь нужное, допустим, вы подчеркиваете. Если нужно, то можно. Это да. А есть ли у вас тренинг, например, обратный, либо советы для наших телезрителей, как не поддаваться на такие манипуляции, и, как мы привыкли, да, заходим в супермаркет, если все грамотно разложено, то ты берешь, как правило, то, что тебе, в общем, ты за этим и не шел в магазин. Какие-то такие механизмы, знаете, это очень сегодня даже полезно с точки зрения противодействия мошенническим действиям, потом, допустим, когнитивные войны, как бы понимать, что тебя здесь немножко используют. Ты как марионетка поддаешься на эти крючки. Конечно. Ну, если говорить про тренинг, такого тренинга нет, однако советы сформированные, безусловно, есть. Мне, как и многим гражданам нашей страны, поступает множество звонков, знаете, из Сбербанков, Тиньковов, ВТБ и все остальное, где, ну, некие, правда, мошенники навязывают тебе что-то, грозными голосами что-то говорят. Я их записываю на YouTube, выкладываю, там, миллионы просмотров набирают. Но мы сейчас говорим про классику другую, когда ты пришел в магазин и чувствуешь, что тебе что-то навязывают. Поэтому я дам три простых правила. Первое. Если тебе что-то предлагает продавец, говорит, а еще возьмите вот это по акции, оно сегодня очень выгодное, и начинает говорить про выгоду, напомню, не про продукт, а про выгоду, почему именно сегодня его нужно купить. Чувствуете разницу? То тогда остановитесь, ничего не приобретайте, а просто задумайтесь, нужно ли мне это сейчас. И если я это не куплю, через неделю понадобится мне это. Ну и третий вопрос. А если я это вообще не приобрету, буду ли я сильно сожалеть об этом? Если на три вопроса или хотя бы на два из них вы ответили отрицательно, не берите. Второе. Если вы задаете вопросы, вам на них отвечают частично, и вас переключают вопросы на вопрос, на что-то другое, и вы понимаете, что он задает новый вопрос, новый вопрос, получается даже ощущение некого допроса, тоже остановитесь, задайте себе вопрос, точно ли в нужную линию клонит продавец. И не стоит ли вам переспросить его и вернуться к разговору про продукт, товар. Например, бывает так, скажите, а какое у этого предмета там качество, например, у утюга? Ну скажите, а вы вообще для себя берете? А что вы будете гладить? И так не ответили же на вопрос. То есть, видите, вот пример, если переключают вас вопросами, задумайтесь. Ну и, наконец, третье, если скидка сильно большая, точно ли потребительские свойства товара, ну, например, продукты, которые вы покупаете в магазине, это, знаете, классику, ну или же вообще есть какие-то негативные характеристики, изучите, это тоже бывает подозрительно. Или скидка большая, или вам в процессе разговора дают какие-то, ну, супер уникальные условия. Пусть эти три фактора вас насторожат, и не торопитесь просто принимать решение, потому что, помните, деньги у вас, а продукт, товар пока еще у продавца. Владимир, знаете, до меня сейчас, мне пришла такая в голову мысль, почему нету таких курсов? Да, потому что... Потому что за них некому платить. Совершенно точно, да. Ну, благо, благодаря вашей передаче, я могу такие советы давать. А вы можете их прямо мне... Да, да, покупают именно ту информацию, которая поможет продать, естественно, а не как сэкономить деньги. Да, однако, если вы ходите на подобный курс или просто в интернете смотрите где-либо подобную информацию, вы же можете просто менять местами А и Б точки. Понимаете, что это не про продажи, а и про покупку, но только действует наоборот. Все очень похоже. Владимир, вот вопрос немного из другой сферы, но про вашу, в общем-то, деятельность напрямую связано. Сегодня, в силу того, что мы вынуждены экономить, мы об этом уже сказали, нет ли уменьшения спроса на различные вот такие продукты, именно информационные, как ваши? Я по себе этого не ощущаю, я ощущаю обратные эффекты. Наверное, это связано с тем, что я работаю в этой сфере уже 16 лет, и постепенно определенный рост идет, больше узнаваемости, ведь я в Хабаровске 27-й раз, к слову сказать, во Владивостоке я был 18 раз, который недалеко. Однако тренд по обучению не падающий, а растущий именно по образованию, и это для страны хорошо. Ведь мы говорим про курсы разные, там, для главных инженеров, для бухгалтеров, то есть для людей, которые управленческие курсы. Управленцам нашей страны нужно становиться еще сильнее, и благо то, что управленцы максимально вкладываются в себя и учатся, как в системных учреждениях, например, у нас президентская академия есть, так и на различных курсах разных спикеров, в том числе, если говорить про мою работу. Да, и тут на этом поле как раз-таки взросшено не одно поколение инфо-цыган, которые могут, очень какие-то странные продукты нам предлагают. Часто ли вы слышите подобную фразу в свою сторону? Не часто, но, конечно, слышу. Инфо-цыган, инфо-цыган, даже инфобароны, разные терминологии появляются. Ну и она же не существует, эта терминология не просто так. Это значит, есть люди, которые, не обладая достаточным опытом, становятся коучами, рассказывают о чем-либо, прочитав несколько книг по этому поводу. И обладая некими харизматическими навыками преподнесения информации. Почему у вас все-таки такая педагогическая деятельность? Вы же так считаете, правильно? Да, ну я сам был педагогом. Вот какой бэкграунд, что вы можете, допустим, людям рассказывать об этом? Я вам рассказываю, потому что я... Потому что я пять лет работал в найме, в организации компании МТС, я был HR-ом, внутренним подбором занимался, руководил организацией наемно. А после этого запускал разные бизнесы, в том числе детский садик, Лидер Китс, который я построил, открыл кадровый агентство. Но я сейчас перечислять не буду. Я к тому, что я максимально практические навыки получил из наемной деятельности, из своей деятельности. И мне это, ну скажем так, право дало говорить об этом публично. Но самое главное даже не... Чтобы вы были успешны? Безусловно. Все проекты. Да. И я даже не знаю, я могу примеры приводить, что, например, когда я работал и подбирал персонал, один из моих кандидатов, Андрей Дубасков, которого я переманил как хэдхантер из одной компании или два в МТС, он в МТС спустя 7 лет стал президентом МТС, хотя я переманил на должность маленького директора МТС в регионе. Ну есть, и он в Форбсе занял 12-ю строчку. Ну я по каждому могу что-то прокомментировать, однако дело в другом, в том, можешь ли ты демонстрировать тот навык, о котором говоришь. Если мы, кстати, говорим про продажи, и у нас будет формат сегодняшней передачи позволил бы, я бы продемонстрировал так называемый реалити-формат. Это значит, что я не только рассказываю, а демонстрирую. Помните, вы даже спрашивали про мое обучение, ну когда он до эфира, про мое обучение, когда я проводил обучение для сотрудников Министерства здравоохранения. Почему? Мы в эфире это озвучили, дружелюбный чиновник. Ну я так, короткая тема. И до этого еще говорили. Так вот, я взял трубку телефона, позвонил, и сразу стал показывать, что правильно или неправильно делает тот или иной сотрудник. Также, например, послезавтра у нас будет тренинг, или вот мои онлайн-проекты. Я беру трубку телефона и звоню, не только проверяя отделы, а показывая, как нужно договариваться. К слову сказать, здесь недалеко, на Камчатке, да, я проводил тренинг, вышел участник в зале, риэлтор, говорит, помогите мне продать квартиру. У меня вот заказчик сегодня, сегодня утром сказал, отказался, и она сказала, будет брать другую. Я говорю, давайте я ей позвоню. В общем, позвонил, убедил. Но, кстати, она в четверг, я уже уехал, это было в субботу, в четверг купила эту квартиру. А, насколько это корректное было убеждение. Вот я про это и хотела спросить. Конечно же, корректное. Вы же ей, ну, получается, навязали, что нужна ей именно эта квартира, а ведь она от нее уже отказалась по своим причинам. Я не знаю, что я сделал. Это была простая, такая человеческая терминология и правила, которые должны следовать в своей жизни. Если ты, я ей сказал так, я позвонил, говорю, вы квартиру как, покупаете? Она говорит, да. Я знаю, что вы настроились на другую квартиру, правильно? Да. И у вас это было финалистом, верно? Да. Но тогда у меня предложение простое. Вы еще раз сходите и в ту квартиру, которую собираетесь брать, и в эту квартиру. Вы просто вдохните атмосферу, аромат, все сравните, и после этого примите решение. Хорошо? Это все, что я сказал. Ах, как сладко это все звучит. Ну, честно же, но правда, вы из двух выберете, и она из двух выбрала. Аромат вдохнула и в той квартире, и в другой. Ну, и в окно посмотрела. Я помню, это было четвертый этаж, пятиэтажка, хрущевка. Очень хорошая планировка. Ну, как мне рассказывали, я там не был. Я очень надеюсь, что она приняла правильное решение. Владимир, спасибо вам большое. Ну, мастер по продажам, ничего другого добавить не могу. У нас в гостях был Владимир Якуба, бизнес-тренер. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал, если что-то пропустили, все материалы. И этот эфир можно посмотреть на нашем сайте хабаровск.тв.ру. Я, Марьяна Гейт, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания, Владимир. До встречи, Марьяна. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин